Добрый вечер! Весной прошлого года посадила сажен с яблой, но не обрезала полную крону. Можно ли сделать обрезку у крона весны этого года? Вот смотрите, получилось, что прошло год, то есть весна прошла, лето, осень, зима, и наступит следующая весна, и нужно уже смотреть, жаль, что вы не сделали этого, но теперь только по-живому надо видеть, что делать. Во-первых, она, когда приходит время делать обрезку, в данном случае обрезку делать нельзя. Вот есть два, это не я придумал, это до 100 лет, и меня придумали, есть два времени обрезка. Обрезка в принципе, так это когда режут все подряд, даже не довая, а по сердцам. А вторая, это когда ждут, это уже с умом, и только-только начинают зеленеть почки. Да, в принципе, обрезку делать в этом время поздно. Обрезка нормальная делается, когда сокодвижение. Что такое сокодвижение? Это повышенное, как бы назвать, я вот это не формулировал никогда, сейчас попробую. Вот, возбуждение организма, когда оно в состоянии крайней степени жизнестойкости. Вот, когда не просто движется сок, а движется особый сок, рассчитанный на заречивание ран. Каждая весна это дерево подбивает итоги, как прошлая зима. Вот, ломались ли ветки от снега, от урожая, от того, что лося обгрыз, еще что-то. Вот, его задача залечить раны, самое главное. И это делается каждую весну, и это есть сокодвижение. А вас, в вашем случае, не видно будет. Во-первых, может быть, вы посадились большим комом земли, как я учу, может быть, саженец был небольшого роста, и большинство корней все-таки живо было на момент посадки. Не сильное, и скорее всего, оно может не сильно, может с горшка даже, хотя такие чудеса редко случаются в 21 веке, даже в 21 веке. Но может и с горшка, вот, или с замечательным сбережением, вот. И год прожило, и смотришь, ушло в зиму более-менее живым. Но впереди зима, а года, первая, самая опасная зима, это самая первая. Почему? Все-таки без обрезки. Все-таки оно уже начало портиться изнутри, это 100%. Потому что не бывает, вот, не пересаженное дерево, может и не подходить с секатором. А вы опоздали. Значит, что? Ждем, к сожалению, немножко лишний месяц. И вот начинают почки зеленеть. И тут вы смотрите. Ага, все-таки опасения с бури железовские, и какие-то ветки живые, а какие-то мертвые. Что такое мертвые ветки? Это значит, что ветки, которые меньше всего, были защищены от морозов. Например, к ним позже все, меньше всего поступал сок живительный. Для того, чтобы вызрели почки, вызрела древесина, вызрели побеги, кора. Плохо поступало. И вы смотрите, одна ветка живая, одна мертвая. То есть обрезало дерево обрезку, как бы сделано само. Она не смогла полностью спасти всю крону. Вот тут вы берете секат, и отрезаются сухие ветки. Поняли, да? Вот. А дерево, в принципе, уже инвалид навсегда. Уже потому, что пересадили. Раз. Уже потому, что вы крону не уменьшили по отношению, чтобы как бы с корнями, чтобы она была в какой-то балансе. С корнями. Вот. Потому что, когда я говорю половину, а еще лучше две трети срезать. Тогда, глядишь, как бы корни не были извечны, глядишь, одну треть и выживет. И более-менее. Вот. Ну и потом, когда мы отрезаем верхнюю половину, мы еще спасаем дерево, особенно привитое, от рычага Архимеда. Ох, ломаются. Это я не видел мира слезы. Это каждый год миллионы. Ураганы ветра несутся через несколько областей обычно. А то, что в саду, ну, видел у себя, ты там, ты вот как это дерево не обрезанное, да, упало. Ну и упало. Ну, соседи еще, пожалуйста, сосед там за бутылкой, что у него тоже упало. А дальше-то мы же не знаем. А дальше их миллионы. Вот. Получается, вывод, садите, пожалуйста, и сразу обрезайте, если вы пересажены. Половина это, как сказать, хотя бы это святое, но дальше надо еще смотреть, может быть, даже две трети срезать, а может, три четверти. А помните, я вам показывал саженцу, допустим, с рынка, а вот двухметровый, да с кроны. А я говорю, оставьте на высоту этого шариковые ручки или карандаши, а остальное вообще уберите, потому что и это еще шанс к малюсеньке, а может, и это еще не выживет. Вот. А вас что, пришлете весной фотографии, когда чуть-чуть зазеленеет, посоветуемся. Можно сразу отрезать, но это надо видеть, может быть, он такой, что там и резать нечего. Так, Городничин, у нее спрашивает прирост. Ну, конечно, это лучше фотографии Городничин, правильно спрашивает, какой прирост. Так, куда мне идти, сверху вниз, снизу вверх. Ну, давайте снизу вверх. Благодарю, благодарю. Или это уже прощается со мной, кто благодарит. Я вот не знаю. Ладно. Константинович будет смеяться, а Солнце на самом деле маленькое, не так далеко, и верится вокруг планеты. Ре, 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 вот не могу это. Честное слово. Я, я сам, ой, спасибо. Я такой же. Я никому не верю. Вот, вот, никому не верю. Вот, вероятность того, что Солнце маленькое, как вы пишете, верится, не меньше, чем то, что мы видим, то, что нас внушили. Ой, не могу я. Вот, я так тоже думаю. Не утверждаю. Вот. Да, ну, еще раз говорю. Вот смотрю, деревья спокойно стоят, да. Как они начинают раскачиваться, так ветер поднимается. А мне говорят, перемещение масс, это самое, смешение холодных и теплых масс в атмосфере. Да, конечно, когда деревья начнут качаться. Конечно, начнут смешиваться. Вот. Так, ладно, проехали. Могу часами слушать, как все интересно. А, ну, ладно, это неудобно даже читать. Так, с праздником Победы под Сталинградом, да. Праздник со слезами на глазах. Если бы мы знали, что мы из наших детей сделали. И плевали они на этот праздник. Так. Каждый год весной на субботник задает вопрос, зачем белить деревья. Я думаю, первым был, который белил бордюры и вытер чистое дерево. Другие увидели, сказали, красиво стали белить. Не знаю, я бы, за или против. Но, во всяком случае, эта побелка дикороса, там, где они не болеют, иногда белят деревья, говоря о том, что на них много очень насекомых. Но поэтому это как в какой-то степени деревья, якобы, оздоравливает, когда их белят. Но дело в том, что насекомые-то не случайно именно на этом дереве. Но больные вот и лезут. А уже это, так называемая, мертвому припарка. Так и здесь побелка. Так. У меня такая проблема. Два года назад почти погибла груша. Высота 2 метра. После зимы ушли с зелеными листьями. Я говорю, вот скажу, что же вы хотите. Подище садили в мае. Вот и не вызрело. Так. Пришлось обрезать на пенек выше низкой прививки, надеюсь, 15 сантиметров. Все, летом отросли выше прививки. Оставила 5-6 самых сильных веток. Груша посажена с южной стороны дома, на холме. Дерево молодое. Как формировать дальше? Так. Без фотографий, что я скажу. Вот. Мы еще у нас, если доживем ближе к всем, еще тема будет. Обрезка. Обрезка и формировка это администра. А пока что я скажу. Вот. У вас получилось. Уже обрезка позади, 5-6 самых сильных веток. Ну и пусть себя растут. Тем более, что уже все позади самое страшное. Лишнее замерзло. Вот. Мне вот эта вот дурь. Потому что мне приходилось спорить с таким авторитетным садоводом. Вот нельзя при посадке обрезать. И все вот. Я не переубедил его. Он пример-то привел это. Ну ладно. Проехали. Главное-то не это. То, что мы не обрезали. Дерево само обрезает. Ну то есть мерзнет. Лишнее замерзнет. Мне дали. То есть, Светлане я скажу. Без фотографии ничего добавить не могу. Ну нежелательно дальше резать. Мне дали зимой каштанов и орехов грецких. Орехи лежали в пакетике. Каштаны в вермиколе влажным. Каштаны уже с хвостами лежат. Надо срочно попилки и под снег. Орехи пока лежат в поладе. В холодильнике. Так, значит, я с грецкими орехами не работал. Маньчжурские орехи я высылаю. И у меня уже часть лежит сухими. Часть уже неделю лежит в сыром песке. Почему? У орехов, допустим, маньчжурских. А они родственники. Я так. Вдруг пригодится то, что я сказал. У них 2-3 месяца. Даже официально. 2-3 месяца это срок стратификации. Ну, точнее сказать, и невозможно. Чуть теплее раньше. Чуть мокрее. Или никогда сгниет. Или наоборот раньше. А лежит при температуре 0. Он может и не 3 месяца, а 5 пролежать. Понимаете? Вот здесь очень сложно. А у вас получается как? Вы спрашиваете, сейчас у нас началось, пора в песок или нет? Вот. Ну, так по всем правилам пора. Так. А вот сколько каштана? А каштана это совсем другой вид. Вот. Хвостами, да, их надо спасать уже. Орехи, ну, смотря где живете. Это я говорю не именно к тиреоу, а это. А, допустим, просто любому человеку. Отсчитывайте от времени посадки. 2-3 месяца. А там уже, извините, на удачу. Я потом подробнее поговорю. Ну, вот так устроила природа, что. Ну, не всходят они в один день. У меня у абрикосов разбег 2 месяца. Первое начинает чуть ли не в феврале, в марте уже. Остальные ждут в мае, в апреле. А эти еще и в мае кое-как всходят. А каждый десятый вообще не всходит. Ждет следующего года. Это резерв главного командования. Попробуйте дать и точно цепь. Так. А вот эти насчетов все сроки есть в Венете. В Венете, как вам это сказать-то? Вот понимаете, я все время с этими абрикосами. Они настолько разные, с разных мест. Может, у них когда-то был один источник происхождения. Где-то первый абрикос когда-то появился на планете Земля. Знаешь, какой-нибудь космонавт инопланетный воронил. Не знаю. Или специально посадили. А потом разбрелись. Идет эта толпа этих самых. Орда. У каждого в запрещенном мешке урюк. Очень удобная вещь. Урюк сухие они. Сильно они тяжелые. Идет и грызет. Сгрызет и идет. Грызет и идет. Очень ценная вещь. Ну, как урюк, я, может, не то слово подобрал. Как бы я сказать. Такие. Вяленые, назовем вяленые плоды абрикосы. И плюет. Прошел тысячи километров. Наплевал, прошел. Смотришь. Из одна конца Евразии до другого пока добрался. Вот. Помните это самое. Ладно, про историю не будем. Но факт то, что где-то прижились, где-то нет. Любят горы. Любят не сильно влажные места. И здесь срок салификации разный получается. Пусть за тысячи лет. Но где-то они немножечко уже переделались. Не миллионы, а тысячи лет. Генетика уже немножко разная. Вот. А потом даже это. Два. С одного мешка, два ореха, с одного дерева. Схожность будет разная. В одного два месяца, в другого три. При одних условиях. Когда хранишь при ноле градусов. Правильно пишут. Четыре-пять месяцев. А у кого из вас при ноле есть? У меня нету. Я закладываю это. Сергей. Смотрите. Лежит. Лежат они. В сухом виде. В погребе у него. Так. Пролежали всю осень, всю зиму. Там все холоднее-холоднее. Но сухие. Но не сохнут. Потому что банки закрыты крышками. А потом уже зима. Там уже ноли около нуля. К весне уже три, пять, восемь. Вот. В феврале он их в песок. Ровно через два месяца высаживает. Ну, какие всходы вы видели в фильмах. Они уже приспособились. Вот именно чистая, своя конкретная технология. А у кого-то холодильник там у стенки держит. А там ноль. Прошло два месяца. Они не вздумали всходить. Многие ждут почему-то. В песке ждут, когда взойдут. Не хотят высаживать. Вы высаживайте. Так они же еще спят. А потом высадят. А уже поздно. Время. Для них время прошло. Они еще год будут теперь лежать. Вот насколько подробнее будем потом. Почему? Здесь у меня нет фотографий. Они есть. Вот в этой же самой, только ниже. Будем в другой раз отдельно говорить. Так, Валерий Костянович. А, тут, видимо, отсюда начинать. Подкармливайте ли вы привитые саженцы травяным настоем. Подкармливал. Ну, как начитался. Сейчас нет. Можно ли производить полив дождевания холодной водой? Сколько раз в неделю при жаркой погоде поливаете? Да не поливаю ее, честно говоря. Потому что питомик я не выращиваю. Там надо поливать регулярно. А сад уже со второго года вообще не подхожу. Я делал учебные фотографии. Дашку говорю, ну-ка, берешь фланг, включай, сейчас фотографируем. Только фотографировали, выключили насос. Пошли, она пошла грядками, там, морковкой заниматься, еще чем-то. А брикосы особенно растут как бешено и без этого. Ну, и хорошо, когда дождь с неба регулярно идет. Если месяц засуха, ну, поле-неволе полить надо несколько раз. Но никакой системы. То есть, одно дело, я говорю, надо поливать. Вот как тут, сколько раз в неделю. Ну, хотя бы раз в неделю. Но это не значит, что я так делаю. Просто это мое пожелание. В какое время дня лучше? Весь данный, это сказать, чисто официально. Лучше холодное время. Вот, не в самую жару. Поливал жару, хоть бы, наверное, еще и лучше. Поливал, обливал их ледяной водой с этого колодеца, оттуда, со скважины. Ни черта не делается, не дохнут, ни это, ни дырки в листьях не появляются, пугают, что каждая капля эта линза прожигает, ничего не прожигает. Зато, может быть, ему дождевание холодной водой в какой-то степени и вредно, какой-то. Мы же не знаем, как оно в жару вдруг ледяной водой облил. Полил, смотрю, дерево капельки дождей стекает. Листья чистые, темно-зеленые. Вот, никаких на них нет ни тли, ни жуков, ничего. Никаких там паутин, ничего нет. Ну, так же, как мы принимаем душ. Кто мешает дерево полить? Именно так. Получается, давайте сумерим. Подкарабливали я травяным настоем. Перестал. Вот. Я убедился, что когда траву скошенную и листья оставляешь на месте, на десятки лет хватает. Знаете, когда-то у меня тут часы, когда я купил, да? Он был хвачом заросший. Хвачь? То есть, без этого, без анализа я знал, что там кислая почва. Дерево сами переделали. Как я рассказывал. Полив дождевание холодной водой можно. Сколько раз в неделю поливаете. Сказал, так, какое время поливать? Ну, официально считается время такое, ну, прохладное. А мне, когда найду время, тогда и поливаю. Если вообще поливаю. Так. ВК ничем не кормит свои деревья. Можете кормить весной. Да, если кормить, то только весной. Евгений, вы молодец. Дождевание холодной водой можно, когда выбора нет. Тоже совершенно верно. Он лучше мне отвечает. Вот. Так, ВК поливает холодной водой из колодца. Хотя лучше дождевой водой. Совершенно верно. Я забыл про дождевую сказать. Везде, везде, всюду под сливы с крыш. Ставьте бочки. Везде, ни одна капля не должна пропадать. Эта вода настоящая. Ну, сколько раз ведь. Ладно, там саженцы. Ну, сколько раз на этих грядках, на овощных проеках. Ну, кто поливает? Валерий Константинович поливает. Вот. Матерюсь, время жалко. Остаюсь с этой ледяной водой. Этой, колодезной. Поливаю прямо со шлангом. Потому что. Ну, стоит засуха, и все. И бочки пустые. Ладно. Вроде растет, вроде не растет. Вроде растет, вроде не растет. Ни черта. Проходит неделя, две, три. Бах, с неба палило. Как начинают все расти, особенно сорняки. Ну, и овощи тоже. Разница огромная. Поэтому дождевой воде надо кланяться. Ее надо обожать. Ее надо... Это... Правильно, Евгения. Спасибо за меня, ответили. Так. Все. Евгений, я сдаю дела. Принимайте. Вы лучше меня уже отвечаете. Нужно ли пересаживать этот водок, на котором сделана прививка? Значит, смотри... У меня есть такое дело, что в одном месте с грустом... Ну, то есть мой опыт говорит, и можно, и не обязательно. Можно, но не обязательно. Вот. Дело в том, что прививка вместе с отводком, это часть большого дерева, которое растет там метров-двух. Вот. Она, заметили, развивается, ну, не сильно шустро. Они такие, как бы, получается, малоросовые. Не зря это промежуточный этап между теми карликами с дебильными искусственными корнями и между сенцами. Такой, знаете, промежуточный вариант. Деревья, получается, ниже ростом. Не карлики, но сдержанный рост. В каких-то случаях я очень уважаю вот эти корни. Я вам их показывал. Помните, там, знаете, в Сибирке, да? Эти корнями-то назвать их стыдно. Вот. И, тем не менее, деревья прекрасно остаются морозостойкими. Нормально. Вот только сдержанный рост и все. А так, хотите пересаживать, пересаживайте. Нет, пусть остается только расти, будет медленнее. А после пересадки оно вырастет свои корни, уже не будет питаться от мамы. Вот. А маме прокорми, может, он не один такой отводок. Он начнет самостоятельную жизнь. Можно ли брать со старого дерева на привыкнуть черенки, связанную с волчков. Если выхода нет, то можно. Лучше делать в боковых ветках. На черенках не всегда, но чаще всего на волчках неполноценные почки. Это даже видно невооруженным глазом. Ну, при необходимости я и такой брал, когда выбора нет. По принципу, если нет герба бумаги, пишем на туалетной. Так и тут. Так. Ну что, все, наверное. Мы с вами два с половиной часа, я думаю, хватит, потому что есть предел всему. У кого дети, у кого что, у кого другие дела. Телевизор, сериалы любимые. Ну что, друзья, заканчиваем. Не знаю, получился ли сегодня разговор. Вот. Ну, продолжим, продолжим, продолжим. И не знаю, когда мы это все закончим, но пока я не мере останавливаться не собираюсь. Я надеюсь, еще кто-то купит книгу, еще кто-то. Всего, получается, реакция такая. Сколько было просмотров, то есть сколько человек участвовал в последнем, там, человек около двухсот, да? Один заказал книгу, один заказал будущую книгу. Вот. Два человека заказали косточек, там, по нескольку десяткам. Ну, пока вот, весь плюс. Все, что в плюсе. А в минусе, в минусе. Я потом отвечу на вопрос в следующий раз, потому что меня ждут, как вот железу придет, пора выбрасывать косточки, а потом мы у него и бесплатно-то их и возьмем. Вот. Он же не будет их выбрасывать. Ну, об этом поговорим в следующий раз. Ну, то есть, получается так, что вряд ли удастся дождаться. А почему, объясню потом. Не жадности, а просто это. Так получается. А, кстати, это что, еще идут? Еще? Может, еще? Я уже попрощался с вами. Так. Лучше бы, Антон Валерьевич, вы мне не показывали эти. Может, надо в год посадки семечки пересаживать грушу пару раз. О, вот это вот самое страшное. Вот это вот самое страшное, когда дважды пересаживают, и корни будут пушистые, и дерево будет больное. Ну, все, я это... Поверьте, Эдуард, я не шучу. Это прием, который относится тоже к классическим. Это такая страшная ошибка. Страшнейшая. Я, если с этого начну в следующий раз, да, разговор, мне бы кто напомнил, может, Антон Валерьевич напомнит, сейчас я уже не в состоянии ничего соображать, устал. Вот. Именно про это. Потому что корни вот этой болезни, вот этой вот проблемы, вот этого вот дебильного совета растут еще в те времена, когда люди по принципу, что вижу, то пою, и ничего не видят, что потом. Все, до свидания, друзья. Все равно я на все вопросы не могу ответить. Спокойной ночи. Про сертификацию поговорим в следующий раз обязательно. Все, до свидания. Я честно отработал. Спокойной ночи. У кого? Сибирь. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Продолжение следует...